Бунт осужденных в Копейске послужил стимулом к усилению контроля в исправительных учреждениях. Не только над заключенными, но и над сотрудниками. Методы применяются самые разные, в том числе и изменения системы видеонаблюдения. Исправительное учреждение номер 2 в Талицах. Это мужская колония строгого режима. Здесь находятся осужденные вторично, попросту говоря, рецидивисты. Поддерживать жесткую дисциплину здесь довольно сложно. Около недели назад именно в эту колонию поступила партия новых видеорегистраторов, выполненных в форме очков. Регистраторы, используемые прежде, были признаны малоэффективными. В связи с физиологией человека данный видеорегистратор носился на кармане. И как бы сотрудник повернется, или куртка как-то не фиксировала случай наведения той же камеры на самого осужденного. Здесь очки позволяют, то есть сотрудник хочет он или нет, он смотрит в сторону осужденного. Устройство уже признано максимально простым и удобным в эксплуатации. У очки устройства простое. С одной стороны находится аккумулятор, со второй стороны находится приспособление, куда оставляется флеш-карта. Камера находится с передней части, и здесь же находится микрофон. Сотрудники группы надзора надевают эти очки при проведении плановых обысков или проверок в штрафном изоляторе. Видеозапись ведется на камеру 2 мегапикселя. Качество картинки довольно неплохое, но сильно зависит от условий. Чтобы проводить обыски и проверки в темных помещениях, сотрудникам колонии теперь придется усиливать освещение или пользоваться фонарями. Есть устройства и еще ряд особенностей. Без подзарядки видеозапись может вестись не более полутора часов. Объем флеш-карты 32 гигабайта. Это равносильно 12 часам записи. Один комплект стоит больше 3000 рублей. Но для того, чтобы сделать вывод об эффективности использования, должно пройти время. Я думаю, что где-нибудь через полгода мы сможем сказать о преимуществах и недостатках данного видеорегистратора. После проведения обыска сотрудник группы надзора очки снимает, а полученную видеозапись архивируют. В случае возникновения конфликтной ситуации, эта запись позволит объективно оценить ситуацию и сотрудникам исправительной системы, и ОНК, и следственным органам, и суду. В случае какой-то нештатной ситуации он поможет рассудить, прав сотрудник или нет. Сужденные отбывают наказания разные. Могут спровоцировать сотрудника на применение той же физической силы и любого из ПЦС. В случае применения физической силы можно на нем отследить, правомерные были действия сотрудника по отношению к осужденному или нет. По словам сотрудников УФСИН, такой способ наблюдения за осужденными никак не нарушает их прав и не может быть использован против них. Они предупреждены о том, что на территории исправительного учреждения возможно использование видеонаблюдения за ними. Соответственно, видеорегистраторы могут своего рода обезопасить сотрудников от противоправных действий осужденных. Также осужденные видят о том, что сотрудник фиксирует его действия, тоже постараются не нарушать закон. В случае успешной апробации эти очки будут постепенно закуплены во все исправительные учреждения региона.